Легион здесь, дорогие друзья! Всем привет! И сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Мезом Печка. Сейчас мы с вами находимся на вокзале, и сейчас мы с вами покупаем билет на поезд. Потому что что? Правильно, у нас с вами покушение на какую-то важную шишку из Японии. Я ими не помню, честно говоря, но это, думаю, не важно, потому что факт в том, что мы идем убивать. Поезд до Харбина скоро отбывает? Да, можете садиться. Ну давай, садись. Кто стоишь-то? А, это получается, у нас еще новая локация открывается, да, Харбин? Или же нет? Документы, пожалуйста. Что такое? Простите, нам сообщили, что в поезде какие-то хулиганы. По-вашему, я хулиган? Ох, нет, конечно. Прошу прощения за беспокойство. Но... Проходите. А, получается, за японские слова нас приняли за японца, да? Ну, типа, тут уже стереотип срабатывает, типа, китайцы, корейцы, японцы все на одно лицо. Хоть, на самом деле, это не так. Выбора нет. Но вообще, выбор есть всегда. И говорить, что его нет, это не совсем правильно. Опять Ась увидит, а? И это твое искупление? Думаешь, этого хватит? И не мечтай. Так не пойдет. Путь забавный, если пистолет осечку даст. Даже несмотря на то, что ему предлагали нормальный пистолет. 26 октября 1909 года. 8 утра. Станция Харбин. Угу, значит, все-таки новая локация. Вокруг солдаты. А вот это, я так понимаю, наша цель, да? Он там стоит позади нас. Вот это да! Всегда мечтал посмотреть на него вживую. А, это, видимо, не он все-таки был. Ладно. А вот и он. Кто же? Кто из них это? В кого стрелять? Ну, если стрелять отсюда, меня... Простите. Господин Ито! Ну, Чингенант по-любому не выжил. Ну, конечно, с одной стороны, Петр помог определить именно кто этот самый господин Ито. Правильно, правильно. Правильно, правильно, потому что я думаю, что Чингенант тоже не знал, как он выглядит. При поддержке Джихен Чиве застрелил Хиробуми Ито, растувавшего за аннексию Чосона. Угу. Хиробуми Ито прибыл в Харбин для встречи с российской стороной и был застрелен Чунгенаном, выпустившим в это три пули. Три монетки. Так. Ну, это все было вроде как. Ну, идем вперед. Сейчас, скорее всего, мы увидим Чунгенана, да? Да. Но я не вижу вины Петра в том, что Чунгенан умер. Потому что, мне кажется, уже Петр помог убить его. Именно выдав его самого, так сказать, из той толпы, которая вышла из поезда. Потому что я, повторюсь, я не думаю, что ополчение знало, как он выглядит. Они знали только имя и место, где он будет. Но вот внешность нет. Смотри, Петя. Он уже здесь. Он уже здесь. Я приду все рассказать, видимо, да? Хиробуми это мертв. Петя. Мне в общих чертах рассказали, что произошло. Ты... Хватит. Остановитесь. У него слезы, да? Я должен был нажать на курок. Но вместо этого я просто сбежал. У меня нет смелости. Ни чтобы жить, ни чтобы умереть. Для себя ты больше жить не сможешь. Так живи ради тех, кто еще ходит по этой земле. Нужно вызволить Ана. И что важнее, позаботиться от его семьи. Ана? Чунгэн Ана? У господина Ана есть семья? А что в этом такого? Значит, все-таки выжил, да? Или же мы за его телом? Его сразу же схватили. Скоро он предстанет перед судом. И если мы ничего не предпримем, его казнят. Я не могу этого допустить. И семью его тронуть не позволю. Значит-таки он живой. Ну хорошо. Игорь, поручаю это тебе. Так, теперь мы обязательно должны его спасти. Петр Сергеевич? Раз уж вы живы, придется поработать. Помните несчастных, что погибли от вашей руки? Вы должны хотя бы... Должны жить хотя бы ради тех, кто скорбит по ним. Помню. Если жить ради них, мне многое предстоит сделать. Он скачет там. Кнопка записи. Сверху вниз. Непонятно. Несколько дней спустя. На станции мы с вашим мужем разошлись. Иначе таки его семья. Ну в принципе оно было понятно, что, говоря, ваш муж там был фиолетовый цвет. Конец декабря 1909 года. Владивосток. Смех пошел. Тетрадка. С петициями покончено. Сложнее всего найти адвоката. Вот бы этот согласился. Мы ведь договорились встретиться у церкви? Арио Ким. Это у нас кто? У нас же нет его фотографий, но это реальная личность. Жена Чингэн Ана после гибели мужа вместе со сверх кровью Марии Чо переезжает в Приморье. А, это жена. А почему фотографий нет? Так, это не в том краю, поэтому просто перепрыгиваем туда. Налево. Вот он, адвокат. А мы же его видели, нет? Он на станции был. И точно сейчас согласится защищать Чингэн Ана, да? В суде. Отлично. Он был на станции. Мы... Ну, как бы он сам видел, что... Чингэн Ана убил на его глазах... Кириба. И то вроде как его так звали. Типа он сейчас будет его защищать, да? Нам как раз нужен человек, знакомый с международным правом. Я также немного знаю уголовное право Японии. Прекрасно, тогда... Это ещё кто? Пётр Белов. Вот ты и попался. Михей. Ну, это рано или поздно должно было случиться, ладно. Следующий день. Это не похоже на нихея. Рад встрече, господин Белов. Приятно познакомиться. Я Кадзуки Кито, переводчик. Совсем недавно заступил на службу в консульстве. Где сейчас Михей? Несколько месяцев назад, сразу после того покушения, я начал собирать данные на всех Владивостокс... на всех Владивостокских корейцев, представляющих опасность. В этом списке оказалось подозрительное имя. Расспросив нужных людей, я вышел на одного подельщика паспорта. А после закину улочку, на которую вы... не прим... нули попасться. Не прим... нули попасться. Вон, как там было так написано. Слежка не входит в список обязанностей переводчика. Кто вы? Говорите сейчас же! Скоро вы все узнаете. Дали по лицу, ладно. Эпизод 2 Значит, с первым эпизодом мы закончили. Отлично. Кита сказал, что он переводчик, но это просто прикрытие. Судя по всему, Михей нашел мне замену. Вот этого мужика, да? Михей наверняка приказал устранить меня сразу при обнаружении. Однако, Кита этого не сделал. Он ослушался, Нихея. 4 января 1910 года Что делает Белов? Только что отобедал. Мне кажется, что что-то за спиной Нихея мутит тоже. И как у него аппетит? Съел все без остатка. Что-нибудь говорил? Нет, только сверлил меня взглядом. Скорее всего, он и дальше будет молчать. А там сыворотка правда в еде было, да? Крепкий малыш. Не зря Нихея его ценит. Раз Белов отказывается комментировать покушение, не пора ли приступить к другим мерам? Действительно. Пора развязать ему язык. Чтобы мы не делали все без толку. Судя по его прекрасному аппетиту, Белов толстокожий. Скорее всего, уступать он не собирается. Белов думает, что ему нечего терять. Однако это не так. Мы что, опять в той кладовке, где нас держал Кюхан с этим Чунгыном? У них что, одна тюрьма на всех? Хе-хе-хе. Не советую играть в молчанки с Кито-саном. Так и будешь молчать? Из-за тебя, сопляк ты этакий. Я уже несколько дней не был дома. Даже мать не предупредил. Ну как хочешь, вперед. Субтитры сделал DimaTorzok Рад вас видеть, Белов. Пришло время поговорить серьёзно. Уверен, мы найдём общий язык. Одно неверное слово, и мне конец. Однако нельзя терять самообладание. Стоять друг другу, улыбиться просто. Решили наконец заговорить? Благодарю за честь. Это я должен вас благодарить. Спасибо, что за превосходную еду. Всё, как я люблю. Спасибо, что оценили. Не зря, значит, старался. Это просто не понимаю, что происходит. Потому что не стоит улыбаться, любезничают. Хотел вас предупредить. Ни хер не особо щепетелен к своим подчинённым. Надеюсь, с вами он обращается лучше, чем со мной. Ммм, видимо, нет. Видимо, нет. Просто руки задрожали. Так, Кадзуми Кито. Неизвестна дата рождения и смерти, но это личность реальная. Ага. Член высшей полиции Японии работал под прикрытием переводчика с русского. Хорошо. Эпизод 2, глава 38, западня 1. Ася? Мы за Асю будем играть? Ну, потому что раньше здесь был Пётр в центре, а теперь у нас Ася. Видимо, мы теперь играем за Асю, правильно? Любопытно. Ну, видимо, сейчас мы это и узнаем. Ася это будет или нет. Уверен, что хотите сейчас поговорить о Нихее. Мне передали большую часть дел. Однако я не знаю вас настолько, чтобы обсуждать рабочие вопросы. Зато я знаю Нихея. Он до сих пор подписывает чужие отчёты своим именем. Да, да, да. По-любому всё то же самое делать, что и Пётр. Мне-то было всё равно. Я не стремился оставить своё имя в консульских архивах. Но могу представить, что у более амбидзиозного работника будет другое мнение на этот счёт. По больным бьёт. Несправедливо получается, вам не кажется? Хм. Что скажете, Кито-сан? Всё? Уводят? На хрена меня отвели? Что это? А, он меня развязал. Нет, ну чё, я не понимаю, а почему тогда меня назад отвели? И ноуэ разве не передавал вам моё предупреждение? Передавал. Сказал, что люди из моего окружения начнут исчезать одним за... Одни... Один за другим. Смотрю, вы не сочли нужным принятие так сведенью. Просто обидно за вас, Кито-сан. Вот я и позволил себе небольшую вольность. Вряд ли Нихея относится к вам по-особому. Оставьте Нихея в покое. Он уже, наверное, обыкался. У меня для вас другие новости. Ваши близкие уже на мушке. Осталось только нажать на курок. И мы его нажмём, господин Белов, если понадобится. Вы знаете Нихея, но не знаете меня? Хотите, я скажу, что нас отличает. Я весь в внимании. Всё-таки никогда не доводилось работать с японским агентом. Интересное заявление. Однако дальше я не намерен выслушивать вашу околесицу. Поджогник дали. Уважаемый лжепереводчик. Не советую на чужбине превышать свои полномочия. Как вы? Думаете, Нихея зря держал меня при себе? Ваш помощник также дал мне несколько подсказок. Белов. Советую прикрыть рот, если не хотите попасть в ж... Жернова большой политики. За меня не переживайте, Кита-сан. Лучше обеспокойтесь о себе. О, сейчас взорвёт, сейчас взорвёт. Знаете, мы с вами сможем дружить... Сдружиться. И даже стать отличной командой. М-да... У нас получится весьма неконструктивный разговор. В одном вы правы. Скоро мы подружимся. Только не забывайте, о чём вас предупреждали. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, Кита-сан. О предупреждении я помню. И новые. Вы видите его. Центр Владивостока? А... Не понял. Они нас вывели? А зачем? У меня появилась ещё одна причина для борьбы с Японской империей. Смотрю, тебя никто не ждёт. У тебя хоть есть близкие? Дай ему плицу. Кита-сан утверждал, что есть. Да вмазал бы его один раз и всё. А ты сообразительный, Белов. Провёл у нас всего несколько дней и уже раскусил Кита. Здесь рядом, кажется, живёт семья Рю. Всё в твоих руках. Мне кажется, этот персонаж неплохой, на самом деле. Он как-то слишком по-доброму общается с Петром, но уж не просто кажется. Не спроси иного про господина Анна, и мне бы в голову не пришло, что Кита из полиции. Нельзя продолжать бездействовать. Кита-сан утверждал, что Кита-сан утверждал, что Кита-сан утверждал, что Кита-сан утверждает. Кому можно обратиться за помощью, не вызов подозрения у людей Кито? Ответ очевиден. У длинных объяснений не потребуется. И длинных объяснений не потребуется. К тому же, нихей решил, что Кимура безобиден. О, мы идём к Кимуре? Я только за. Так. Нам надо направо. А, семья Рю, я думал... Ты только сейчас понял. Я думал, что он говорит про семью Лизы, а это он говорил про господина Анна. Ладно. Интересно, что стало с тем подельщиком? Доставил я ему хлопот. Вы не знаете, где сейчас подельщик? Что тут промышлял? А, тот. Вы разве не слышали? Сколотил состояние и вернулся на родину. Вот как. Спасибо. Видимо, люди-киты ему заплатили. Так. Я сейчас серьёзно, всё будет нормально с Макото? Да, всё с ним нормально. Боже, просто музыка была напряжённая. Я думал, что мало ли что-то не то. Привет, привет. Рад наконец-то оказаться на солнышке, Белов Сан. Всё-то вы знаете. Я к вам просто по срочному делу. Сможете помочь? Только если никто при этом не пострадает. От вас мне понадобится только роль наблюдателя. Все подробности позже. И зачем нужно наблюдать? За дверями японского консульства. Лихий скоро уйдёт с работы. Нужно торопиться. Тогда не будем терять кота за хвост, Белов. Ну, полетели. Он, видимо, что-то Нихея хочет высказать лицо, да? Так, здесь переулок, но мы пойдём сразу к центру Владивостока. Давай, Кимура, не отставай. Я вижу, что ты особо не торопишься, но давай побыстрее. Так, приёмное консульство. Нам, получается, надо прямо в кабинет Нихея зайти? Интересно. В консульстве непременно навели справки о Кито. Такую работу кому попало не поручишь. Где-то здесь должно быть досье на Кито. Мне кажется, теперь эпизоды будут длиннее. Если они реально будут так вот длиннее, то... Я думаю, нам надо будет серьёзно делать серии поменьше, потому что вот два эпизода и уже почти полчаса. Капец. Ну, когда эпизоды? Две главы. Ого. Консульство не поддерживает деятельность Кито. Такие важные бумаги валяются где попало. Несколько лет назад Кито был замешан в деле о фальшиманечестве. Консул об этом знал и всё равно пригласил на работу. Мэзом новости. Интересно. Узнай об этом, кунсул или Нихея, и поднимется шумиха. Кито оказывается не только абенциозен, но и жаден. Покусится на правительственные деньги. Он хочет слить в Нихею, да? Теперь. Что вы здесь делаете? Давно вас не видел. Но Петра он узнал. И отношения у них нормальные, как мы видим. Нихея поручил мне кое-что в срочном порядке. Попросил отыскать документ. Вече, что у него какие-то форс-мажоры. Удачи в поисках. А, вот так просто, да? Ну ладно. Нельзя здесь долго задерживаться. Что, документы ищем? Или уходим? А, у нас всё. Значит, мы выходим. Ищем Макото Кемуру. И смотрим. 24 сентября. 24 сентября. Следующий у нас... Хотел сказать, эпизод на следующая глава. Точнее, главы. Поэтому ждём. Если до того момента опять я не заболею, то, собственно, 24 числа уже и выйдет первый же ролик по этой новой сюжетной линии. Ну, скорее всего, мы будем продолжать западню. Поэтому, если вы до спорта не подписаны, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всё читаю, отвечаю, лайкаю и, короче, все эти дела. Всё. Здесь был Легион. Увидимся в следующих роликах.